Приветствую на канале МАФ Инструкции. В этом видео я покажу как поставить ликвидность в DeFi проект на примере приложения AVA и кошелька Metamask. Это приложение, в котором можно брать кредиты и делать депозиты, то есть поставлять ликвидность. Для видео я буду использовать AVA в тестовой сети Covan. Комиссии в Ethereum сейчас дорогие, поэтому покажу механику на тестовом приложении и тестовых монетах. Тестнет означает только то, что транзакции происходят вне сети Ethereum, а вся механика и принцип работы сервиса абсолютно такие же, как и в обычном режиме. Мы только сэкономили на комиссиях при съемке видео и при этом показали, как что работает. И сделаю оговорку, что видео не является инвестиционным советом. Мы просто показываем, как работают депозиты в DeFi. Открываю приложение AVA. Сначала нужно подключить кошелек к приложению. Для этого нажимаю на кнопку Connect. Тут вы увидите весь список доступных кошельков. Так как я использую MetaMask, выбираю раздел «Браузерные кошельки». Приложение автоматически определило, что я использую MetaMask и предложило подключиться через него. Выбираю счет внутри MetaMask, который хочу подключить к AVA и нажимаю «Далее». Приложение просит разрешение на просмотр адреса счета. Это стандартное разрешение, которое необходимо для всех DeFi проектов. Нажимаю «Подключиться». Теперь в правом верхнем углу отображается адрес моего кошелька, а приложение будет видеть баланс монет на нем. Теперь расскажу про интерфейс. Во вкладке «Markets» написаны проценты доходности по всем монетам, доступным в приложении. У тестовой и основной сети эти проценты отличаются. В AVA с припиской K написаны тестовые показатели в сети Covan. В AVA без приписки K написаны такие же показатели, как и в основной сети Ethereum. Аналогично для полу-ликвидности AMM. Он отличается доступными для депозита монетами. Также в нем есть варианты поставки ликвидности торговыми парами, а не одной монетой. Еще в конце марта у приложения появилась возможность работы в сети Polygon, которая раньше называлась Matic Network. Пока работа с ней только началась, поэтому в ней еще недостаточно средств, чтобы оценить работу. У версии приложения для основной сети нет тестовых вкладок с припиской K. Перед поставкой ликвидности покажу, что есть в интерфейсе, чтобы в следующий раз вы уже знали, где что находится. Assets – активы. Здесь перечислены все монеты, доступные для депозита или кредита. Market Size – размер рынка. Здесь написано, сколько всего денег доступно для кредитования по данной монете. Total Borrowed – здесь написано, сколько всего монет взято в кредит. Deposit APY – здесь написаны годовые проценты доходности по депозитам. Они динамические и постоянно изменяются. Под актуальным процентом написан средний процент за последние 30 дней. Остальные столбцы относятся к кредитам. Их можно брать по динамической или стабильной процентной ставке. Variable Borrowed APR. Здесь написан динамический процент, который нужно будет платить по кредиту. Под ним также указан средний процент за последние 30 дней. Stable Borrowed APR. Здесь указана стабильная процентная ставка по кредиту. Она всегда выше, чем переменная. Список можно отсортировать по любому из этих параметров. От большего к меньшему и наоборот. Так как мы делаем депозит, нас интересует только этот столбик. Сортирую от большего к меньшему. Вижу, что из стейблкоинов самый высокий процент доходности у стейблкоинов DAI. Так как проценты меняются, этот список тоже может измениться. Сейчас покажу, как сделать депозит или еще по-другому поставить ликвидность. Наибольший процент доходности среди стейблкоинов у DAI, поэтому я сделаю депозит в них. Вы можете выбрать монету для депозита по любой логике. Где выше процент доходности, депозит в стейблкоине или обычном токене. Можно просто сделать депозит в той монете, которая у вас есть. Я выбираю DAI и нажимаю на них. Открывается статистика по этой монете в приложении. На круговой диаграмме показано, сколько монет выдано в кредит и сколько доступно для кредита. К поставке ликвидности относится вот этот график, который показывает, как процент доходности изменялся за последние сутки. Например, сейчас процент 34,48, а вчера был 34,44, то есть за сутки он изменился не сильно. Но в основной сети процент меняется активнее. Также здесь дублируется информация по текущему проценту доходности и среднему проценту доходности за 30 дней. Остальные показатели относятся к кредитованию. Нас интересует окно «Депозиты». В нем указаны Баланс выбранной монеты на вашем кошельке. Он показывает, что у меня сейчас 100 монет. Сумма, которую вы отправили в приложение. После депозита здесь появится слайдер, который разрешает использовать ваш депозит в качестве залога. Это нужно на тот случай, если вы захотите взять кредит под залог монет в депозите. Нажимаю на кнопку «Депозит». Внизу находится строка ввода суммы. Над ней написано, сколько монет доступно для депозита. Если нажать на «Макс», то система автоматически впишет ее. Ввожу сумму. Для примера сделаю депозит 100 дай. Это ровное число и на нем будет удобнее посмотреть проценту доходности. Вы можете вводить любую сумму. Нажимаю «Продолжить». Сначала нужно дать приложению разрешение на трату ваших токенов. Для этого нужно провести дополнительную транзакцию. Нажимаю на «Approve». Открывается «Метамаск». Здесь я разрешаю авы тратить мои токены. Если нажать на «Изменить разрешение», то мы увидим, что по умолчанию мы разрешаем тратить неограниченное количество токенов дай. И в теории, если проект взломают, то он сможет вывести все ваши дай из кошелька. Поэтому лучше указать ту сумму, которую вы хотите отправить на депозит и, если понадобится, увеличить ее позже. Для этого нажимаю на «Пользовательский предел расходов» и ввожу сумму. Я делаю депозит 100 дай и ввожу 100. Нажимаю «Сохранить» и «Подтвердить». Эту транзакцию нужно проводить только при первом депозите в данной монете. У нас на канале есть отдельное видео о том, как проверить разрешение на трату токенов, которые вы даете приложением. Ссылка есть в описании. Нажимаю «Депозит». Открывается «Метамаск». Здесь дублируется выбранная комиссия. Так как это тестовая сеть, комиссия в «Метамаске» не пересчитывается в доллары. Это единственное отличие от основной сети. В основной сети все будет отображаться. Проверяю данные и нажимаю «Подтвердить». Транзакция обрабатывается. Можно перейти на «Etherscan», чтобы посмотреть детали транзакции. Вижу, что статус транзакции изменился на зеленый. Это означает, что транзакция подтверждена. Мы сделали депозит. И еще немного про комиссии. В основной сети комиссию можно выставить не только в «Метамаске», но и в самом приложении. Сейчас покажу, как это выглядит. На окне ввода суммы появляется примерная стоимость транзакции в эфире и долларах. Нажимаю «Продолжить». Теперь внизу появилась кнопка «Edit» — «Редактировать». Здесь есть три варианта цены газа и время подтверждения транзакции для каждой из них. Четвертый вариант — «Ручной ввод». Здесь можно самому написать цену газа. Внизу есть ссылка на сайт gaznow.org. На нем написано «Актуальная цена газа в зависимости от нагрузки на сеть». Сейчас покажу, как начисляются проценты доходности. Возвращаюсь в тестовое приложение во вкладку «My Dashboard». Здесь указаны цифры не в целом по приложению, а конкретно по вашему кошельку и вашим депозитам. Во вкладке «Ваши депозиты» перечислены монеты, которые вы отправили в приложение, и актуальный процент доходности по ним. Также здесь есть две кнопки «Видро», чтобы вернуть депозит, «Своп», чтобы обменять монеты в депозите на другие. Вверху написана примерная стоимость ваших депозитов в долларах США. Она учитывает проценты доходности, но не дает точной информации, так как сумма пересчитывается в доллары. А даже у стейблкоинов стоимость может меняться на несколько центов. И сейчас один дай может стоить 1 доллар, а чуть позже, например, 1 доллар и 1 цент. Поэтому здесь мы можем посмотреть только примерную стоимость депозита. Чтобы посмотреть, как на самом деле начисляются проценты доходности, открываю MetaMask. В обмен на депозит приложение AVA выдает A-Tokens. Это токены, к которым вначале добавляется приставка A. Например, в ответ на депозит в USDT приложение выдаст A-USDT, а в нашем примере в обмен на депозит DAI выдает A-DAI. Если вы сделали депозит, а токены не отображаются в кошельке, нужно добавить их через кнопку «Добавить токены». Здесь просто введите нужный вам токен и нажмите «Далее». Тогда MetaMask начнет отображать его баланс. У нас на канале есть отдельное видео по настройке и функционалу MetaMask, ссылка есть в описании. У A-Tokens есть две функции. Во-первых, они играют роль расписки, обязательства по депозиту. Так, смарт-контракт приложения подтверждает, что вы сделали депозит и имеете право его вернуть. Во-вторых, через A-Tokens происходит начисление процентов доходности. Как видите, их количество постепенно увеличивается. Проценты доходности начисляются с каждым новым блоком эфириума, то есть примерно каждые 10 секунд. Когда вы захотите вернуть депозит, вы вернете A-Tokens. Но их будет уже больше, чем на момент депозита. Поэтому вы получите большую сумму, чем отправили изначально. А сейчас покажу, как вернуть депозит вместе с процентами. Сделать это можно в любой момент. Возвращаюсь в приложение AVA и нажимаю на кнопку вывода. Выбираю максимальную сумму. И здесь уже не ровно 100 дай, а немного больше. Чтобы вернуть депозит, ввожу сумму и нажимаю продолжить. Появляется окно вывода, аналогичное окну депозита. Подтверждаю транзакцию в Metamask. Напоминаю, что записываю видео в тестовой сети, поэтому комиссия в Metamask не пересчитывается в доллары. В основной сети все будет отображаться. А комиссию можно будет выставить и в приложении AVA. Жду подтверждения транзакции. Статус стал зеленым. Это означает, что транзакция подтверждена. Проверяю баланс. В кошельке остались только обычные дай. Все A-Dai мы вернули в смарт-контракт приложения. Итак, мы только что сделали депозит и вернули его с процентами доходности. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.